Всем привет! Вот и настал момент, когда я записываю новое видео. И сегодня мы поговорим про то, как получить визу цифрового кочевника в Испанию в 2024 году. На самом деле, я думаю, видео будет довольно долгое, поэтому подготовьтесь, расслабьтесь, сделайте себе чаёк, кофе и приступайте к просмотру. Понятное дело, что я рассказываю всё именно конкретно на своём примере, что я сейчас работаю в найме, проживаю в Сербии, в городе Белграде, и подаюсь именно в белградском консульстве. Но это совсем не означает то, что этот гайд нельзя использовать человеку, у которого ИПшка открыта в Грузии, и он проживает также в Белграде. Да и на самом деле, вообще, к стране не стоит привязываться, потому что правила плюс-минус везде одинаковые. Об этом я расскажу, естественно, чуть-чуть позже. Но перед началом ролика хочу напомнить, что меня зовут Максим Лихачёв, и я занимаюсь мобильной разработкой. Перед просмотром видео поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь вам это ничего не стоит, а мне здорово поможет развитие канала. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. Все ссылки есть в описании к ролику. Там же, кстати, вы найдете чек-лист, по которому я собирал все документы. Он будет в закрепленном комментарии, именно в моем Телеграм-канале. Ну а мы начинаем. Поехали! Сразу хочется сказать, что все сказанное в этом видео будет актуально на момент июня, ну, наверное, июля и августа 2024 года. Правила стремительно меняются, может что-то измениться в худшую сторону, может что-то в лучшую сторону поменяться. Я не знаю, что будет в будущем, поэтому вот сейчас у нас какое число? 3 июля, следовательно... Вот, 3 июля, 3 августа. И, следовательно, на вот этот момент, на вот эту дату, сейчас все, что сказанное в этом видео, будет актуально. Что будет дальше, как я уже говорил, не знаю. Еще один момент заключается в том, что все сказанное в этом видео будет конкретно связано с моим кейсом, с тем, как я получал эту визу. Но, опять же, как я уже сказал ранее, это не значит, что, например, если вы ипшник и живете в Белграде, вы не можете воспользоваться этим гайдом. Огромную благодарность хочется выразить чату, ссылка на который будет, естественно, в описании к ролику, и QR-код, наверное, здесь где-то тоже появится. Ребята, вы супер, вы помогли мне сделать эту визу, ответили на все мои глупые вопросы, и поэтому спасибо вам огромное. Вот вам небольшая маленькая рекламка. Ссылочка, естественно, как я уже сказал, будет закреплена именно в описании к ролику. Ну и давайте приступать. Вообще, почему я выбрал визу цифрового ковчевника, и почему именно Испания? Пойнт заключался, главное, в том, что в Сербии мне стало довольно дорого жить, и мне хотелось кататься именно по другим странам. Я знаю, сейчас набегут люди в комментарии, скажут то, что «Ты что, Максим, дурак, что ли, в Европе, в странах Евросоюза еще дороже, тем более в Испании». Да, там чуть-чуть дороже, по моим подсчетам, но, тем не менее, плюсы после переезда, которые ты получаешь, намного больше, чем нежели если оставаться именно здесь, в Белграде, в Сербии. Ладно, давайте этот пункт откинем. Возьмем только один поинт. То, что я хочу кататься по странам Евросоюза, и я хочу свободно перемещаться по странам Евросоюза. И тут, понятное дело, что единственным вариантом это сделать, единственным доступным для меня, скажем так, вариантом это сделать, это было получить визу цифрового кочевника. Я рассматривал несколько стран. Это была Венгрия, это была Германия, это была Испания, это была Португалия. Вот, да, 4-4 страны основные, которые я рассматривал. Германию и Венгрию я быстро откинул. Между Португалией и Испанией я еще начинал даже думать, но потом, как узнал, что чтобы получить визу в Португалию, нужно, чтобы у тебя на счету на двоих было больше 15 тысяч евро, которых у меня нет. Следовательно, остался у меня вариант только с Испанией. В принципе, Испания очень-очень крутой вариант. Это, наверное, даже страна, в которой, может быть, я бы и хотел бы остаться. Ну, в общем, об этом в другом ролике. Когда-нибудь после того, как я перейду, поговорим. И, как я уже сказал, типа, единственным вариантом для меня свободно перемещаться по территории Евросоюза было получение визы цифрового кочевника. Примерно, примерно 4 месяца назад я решил, что нужно подаваться и написал сообщение на почту Испанского посольства, консульства в Белграде о том, что я хотел бы податься на визу и дайте, пожалуйста, appointment. Мне дали appointment через 3 месяца. Это было... Да что у нас? Это, получается, на 3 июля у меня была запись в консульство. То бишь мне до 3 июля нужно было подготовить абсолютно все документы и, естественно, приди и подать их. О том, как я шел и подавал эти документы, я расскажу чуть позже. Но давайте по порядку. Я даже второй телефон взял, потому что, ну, информации, на самом деле, очень много и придется иногда подсматривать. Ну и давайте рассмотрим, как можно податься. Вообще существует два варианта подачи на визу цифрового кочевника. Первый, понятный, с территории Испании, который, на самом деле, является самым крутым, и потому что вы сразу получаете ВНЖ на 3 года. И второй вариант — это подача из консульства страны вашего резидентства, либо страны вашего гражданства. Я подавался из страны моего резидентства, потому что я являюсь сейчас на данный момент резидентом Сербии. И, в принципе, единственный нюанс здесь заключается в том, что вам дают не ВНЖ на год, просто вклейку шенгенскую визу на типа D, долгосрочную мультик на 1 год. Поэтому, в принципе, ничего в этом страшного нет. Можно приехать сразу после этого в Испанию, как только у вас уже виза будет открыта, и поменять, ну, точнее, не то, что поменять, а получить пластиковую карточку на год. Либо сразу подать еще раз комплект документов и получить уже карточку на 3 года. Как буду делать, я не знаю, об этом немного позже. Но вот я выбрал второй вариант, и давайте немного поподробнее поговорим про него. На самом деле, получение визы цифрового кочевника в Испанию можно разделить на три основных момента. Это получение заявки, подача документов и получение самой визы. То бишь, ну, все вроде бы казалось бы просто, но не тут-то было. Давайте начнем с самого-самого начала. Как я уже сказал, для того, чтобы записаться на визу цифрового кочевника, нужно написать в консульство в Белграде на электронную почту и написать текст следующего формата. То бишь, меня зовут так-то так-то, я хочу податься на визу цифрового кочевника, на визу D. Примите, пожалуйста, мою заявку и назначьте мне дату оппонента. Где-то здесь появится скриншот моего сообщения, которое я писал им. Собственно говоря, все. Вы отправляете, вам должна, очень важный момент, сразу же прийти отбивка. То, что ваше сообщение получено, и, ну, там робот ответит на реплай, как обычно. И ожидайте, пока вам ответят. Если вам это не приходит, сообщение, значит, скорее всего, вы попали в спам-систему и навряд ли вам дадут какую-то дату. Поэтому сразу учтите то, что если вам пришла отбивка, она приходит обычно в течение, там, двух-трех, максимум пяти минут, то все хорошо. Если она вам не пришла, то вы можете смело с другой почты отправлять сообщение. Насколько я слышал, с почты, с домена Яндекса, ну, отбивка это не приходит. Также у меня тоже интересный кейс был с моей конкретно личной почтой. Ну, она у меня немного такая странная. С ебанцой. Поэтому неудивительно, что она попала в какой-то спам. И тоже я отправил сообщение, и мне, естественно, никакой ответ не пришел. Ну, мы потом это решили, отправка сообщения с другой почтой. Так что учитывайте этот очень важный момент. Как я уже сказал, опять же, ранее, дают дату обычно поинта через три месяца. То бишь, с того момента, как вы отправили сообщение, ну, точнее, получили ответ уже от консульства, предбавляйте смело три месяца, и вот будет примерная дата. Ну, точнее, там у вас будет точно написано, но, в общем, вы поняли. И в среднем нужно ждать три месяца после того, как вы отправили заявку. Ну, и после того, как вы отправили эту заявку, начинается самое интересное. Это второй пункт — сбор документов. На самом деле, многим очень интересно, сколько я потратил денег на сбор всех документов, но об этом я расскажу в самом-сам конце ролика и даже покажу пруфы, потому что я записываю на протяжении многих лет уже все свои доходы и расходы. У меня, естественно, все задокументировано, как говорится. Давайте перейдем ко второму пункту и поговорим про сбор документов. На самом деле, документов дофига, но не то чтобы дофига. Я не знаю, как это объяснить, но вроде их и много, но собираются они довольно просто. Изначально у меня были опасения, что я не смогу собрать пару документов, но эти опасения потом развеялись. Но об этом все… Давайте обо всем по порядку. Ну и теперь давайте перейдем к документам. Первый документ, который нужно получить, это не личный идентификационный номер, который выдается всем иностранцам, миграционной службы. Получить его на самом деле довольно просто И в моем чеклик-сете будет, конечно же, ссылка на то, куда нужно перейти На один из гайдов, который, опять же, я получил в этом чате в Телеграме Которому я благодарен, очень сильно благодарен, скажем так, за помощь И будет очень много отсылок именно конкретно к этому чату Потому что это, наверное, я перебрал огромное количество чатов Где люди помогают с получением визы цифрового кочевника, отвечают на вопросы И это оказалось, скажем так, самым френдли Потому что, ну, там довольно добрые люди, которые всегда готовы помочь Я, кстати, там тоже отвечаю на многие вопросы Потому что, ну, на те, которые знают, как ответить, естественно Первый документ — это NIA Его нужно получать в любом случае Сейчас без него нельзя податься уже на визу Раньше, когда я начинал читать гайды Тогда еще можно было податься на визу цифрового кочевника И NIA получить позже Сейчас это является одним из обязательных документов Поэтому получать его нужно сразу Стоит он, на самом деле, довольно дешево Там, грубо говоря, вы подаете заявку на сайт Ну, заходите на сайт, заполняете специальную анкету Распечатываете ее И идете в консульство В консульство Испании В городе Белграде Никакую запись делать не нужно Идете просто с утра Там, грубо говоря, к 9.30 утра И подходите к охраннику Говорите, что нужно подать документы на NIA Когда вы подаете документы Там, грубо говоря, вы отдадите эту распечатку Анкеты вашей Все, естественно, дело подпишите И там заплатите госпошлину Пошлина, если не ошибаюсь Что-то в районе 1200-1300 динар Ну, в общем, недорого Там, грубо говоря, 10 евро После того, как вы подались на NIA Вам придет сообщение в ответ Ну, буквально недели через 2, скорее всего Бывает через 3, бывает через месяц приходят Одобрения Мне пришло, если не ошибаюсь, через 2 недели На почту PDF-файл В котором был написан мой идентификационный номер Опять же, повторюсь То, что может прийти через 2 недели Может прийти через 3 недели Главное, чтобы вам пришла отбивка Как всегда Потому что, опять же, у них там такая Очень интересная антиспам-система Поэтому будьте бдительны, как говорится Если не хотите потерять много времени После того, как вам пришло это сообщение О том, что вы получили Ваш идентификационный номер Вы можете приступать к получению 2 документа 2 документ, на самом деле Он не является обязательным Но я бы крайне рекомендовал вам его получить Потому что А. Он бесплатный Б. Он вам сэкономит очень много времени и денег в будущем Это электронная цифровая подпись С помощью которой вы сможете подписывать документы И подать, например, заявку Уже находясь на территории Испании На ВНЖ на 3 года Делается это все тоже максимально просто Опять же, гайд есть в моем чек-листе Чек-лист, естественно, находится в моем телеграм-канале Ссылка на него есть в описании к ролику, как всегда После того, как вы подадите заявку на цифровую подпись Она приходит довольно быстро тоже Но тут опять все очень сильно зависит От потока людей Которые подали заявку на такую же самую визу Электронную цифровую подпись Точнее Поэтому тоже рассчитывайте на то Что придет она, ну, грубо говоря, через неделю Мне она, если не ошибаюсь Пришла через даже где-то недели-полторы-две Но зато Теперь она у меня есть Электронная цифровая подпись И я смело могу Подать документы уже находясь на территории Испании Там нужно подаваться онлайн Если вы не получите эту электронную цифровую подпись То страшного тоже, естественно, в этом нет Вы всегда можете попросить какого-нибудь вашего знакомого Либо найти человека, у которого есть электронная цифровая подпись И он может загрузить документы за вас Ну, либо воспользоваться услугами разных помогаторов Которых, на самом деле, очень много И они с радостью за определенную сумму вам помогут, скажем так Вот эти документы Это было первое, что я сделал После того, как получил дату аппоинмента На визу цифрового кочевника И после этого началось самое-самое интересное То бишь, давайте приступать к списку документов Которые я собирал Ну, так, на основного заявителя, скажем так Потому что у меня еще есть жена На которой я тоже собирал документы И, в принципе, для нее будет Справедливо сказать то, что ей нужен абсолютно такой же самый пакет документов За исключение тех документов, которые нужны для, ну, подтверждения опыта работы и всего такого Но давайте обо всем подробно Сейчас я открою список, потому что, ну, правда, документов много и не хочу запутаться Первым документом является анкета для того, чтобы получить визу цифрового кочевника Самая стандартная анкета Если вы, например, подавались когда-нибудь на шенгенскую визу, то там плюс-минус такая же Грубо говоря, вы пишете имя, фамилию, вашу дату рождения, паспортные данные Идентификационный номер, не про который я говорил Указываете, что вы работаете Приклеиваете туда свою фотографию И, ну, в общем, если вы способны написать Вашу имя, фамилию, как в паспорте, в загранпаспорте То 99% что эту анкету вы заполните без проблем Но, опять же, я повторюсь, что если что, есть куча гайдов, как ее заполнить Но там, в принципе, вообще ничего сложного нет Следующим пунктом является фотография Ну, понятное дело, фотография нужна везде Будьте внимательны и учтите то, что эта фотография будет использоваться на визе То бишь, вас отдельно фотографировать никто не будет Ту фотографию, которую вы сделаете, отдадите им в анкете Такая будет и на визе Понятное дело, нужен паспорт Куда без паспорта? Паспорт должен быть валидным Ну, я бы рекомендовал, чтобы вашему паспорту оставалось не менее пары лет Потому что, ну, как минимум года Потому что виза дается на год Если у вас там, например, осталось паспорт уже три месяца То, скорее всего, вам даже визу не вклеят И, наверное, это является обязательным условием Я, честно, не помню Ну, и, например, если вашему паспорту осталось восемь месяцев То, скорее всего, визу вам дадут и на восемь месяцев Как-то так Поэтому сразу позаботьтесь о том, что вам нужен валидный паспорт И желательно, чтобы он был нового образца И, ну, хотелось бы, конечно, чтобы он был минимум года еще на три для вас Потому что, ну, опять же, я думаю, вы планируете переезжать в Испанию И там, скорее всего, вы планируете получать в Инжене на три года И, следовательно, если вашему паспорту останется менее трех лет То крайне велика вероятность того, что вам не дадут визу на три года Ну, и тут мы переходим к одному из самых таких, скажем, неприятных документов Это справка об отсутствии судимости Находясь на территории Российской Федерации В принципе, ее получить вообще не составляет никакого труда Ну, опять же, если у вас нет никаких судимостей Справка об отсутствии судимости нужна из стран, где вы проживали более... За последние два года, скажем так То бишь, если вы проживали в России и в Сербии Значит, вам нужна справка из России и Сербии Если вы проживали, там, например, в России, Грузии, Турции, Черногории, Сербии То вам нужно из каждой из этих стран получить справку об отсутствии судимости И самое-самое неприятное то, что справка об отсутствии судимости Должна быть апостелирована и переведена у РАДА... Судебным переводчиком, в общем И давайте немного поподробнее Справку с госуслуг вы заказать не можете в электронном формате Потому что справка должна быть апостелирована Это касательно справки из России Я на самом деле думал, что у меня будут Большие проблемы с получением этой справки Потому что на госуслугах Заказать эту справку вообще не составляет никакого труда Но проблема именно конкретно с апостеляцией А чтобы апостелировать, нужно личное присутствие Потом, как оказалось, что эту справку Можно забрать по доверенности Причем даже доверенность не должна быть нотариальной Все, опять же, есть в этом чате Все подробные гайды Как это сделать? Прям даже я контакты оставлял человека Который может помочь вам получить эту справку То бишь получаешь справку об отсутствии судимости Ставят апостель И эту справку нужно же сразу отправить на присяжный переводчик Это такие переводчики, которые говорят Мы проверили этот документ И вот прям клянемся, что там написано правда Он не поделанный И вот мы переводим один в один, как там написано Список присяжных переводчиков Также есть в моем чек-листе Тех, которыми я пользовался, естественно Потому что к обычному переводчику пойти нельзя Присяжный переводчик находится в реестре в Испании В специальном этих присяжных переводчиков И он подкрепляет переведенные документы Своей электронной цифровой подписью Специальной Которую можно также проверить на специальном сайте То бишь, что документ валиден И это не подделка, скажем так В общем, справка об отсутствии судимости Как оказалось, мне сделали за сутки в Москве Хотя говорят, что обычно в районе месяца нужно ждать Но опять же, я заказывал в Москве В определенном месте И там вроде два варианта Есть в Лакозаводске или что-то такое Ну в общем, я не разбираюсь в районах Москвы Сразу извиняюсь Ну как-то так оно называется Вот именно там я заказывал Сделали мне за сутки Потом человек пришел, забрал эту справку Сделал сканы, скинул мне Потом я отправил эту справку другу Чтобы она у него полежала Сканы отправил на судебный перевод И после того, как мне судебные переводчики Уже скинули переведенные документы Я попросил друга, чтобы он через людей Знакомых собирались в Белград лететь И через них попросил, чтобы мне привезли ее сюда Если что, в этом чате, про который я постоянно говорю Есть ссылка на таблицу людей Которые летают туда обратно из Белграда В Москву, из Москвы в Белград Ну не только через Москву, короче И там за определенную сумму Они помогут там Евро за 10, за 15 Помогут перевести эти документы Там нужно будет только списаться и договориться Так что на самом деле Как оказалось, с доставкой документов из России Проблем нет никакой Хотя я очень сильно переживал, что будут Следующая справка об отсутствии судимости Это сербская справка Делается она тоже довольно просто Но тут уж нужно идти лично Ну вам нужно прийти в отделение полиции К которому вы прикреплены То бишь это Ну вот у каждого района есть свое отделение Вы туда приходите И говорите о том, что вам нужно получить справку Об отсутствии судимости Понятное дело, что Разговаривать нужно будет на сербском языке Может в некоторых случаях на английском Но мы разговаривали на сербском На нашем ломаном сербском В принципе нас поняли без проблем Мы ставили заявление на получение этой справки Нам сказали Приходите через неделю И через неделю мы забрали эту справку Эта справка также должна быть Проапостилирована И переведена судебным переводчиком Только в этом случае нужно Апостилировать уже Самому лично тоже идти Это нужно делать в суде Приезжаете в суд Приходите Говорите, что нужно Поставить апостиль на документ За шпанскую визу На испанскую визу Уже так на сербском Случайно ответил Ну так В принципе и нужно сказать За шпанскую визу Вам дадут талончик На оплату апостиля Идете, оплачиваете Прямо в здании же этого же суда Есть место, где можно оплатить Там оплачиваете Можно картой Можно наличкой Потом вам говорят Ну когда дадут талончик Я забыл сказать Что вам еще скажут сразу Через сколько приходить За самим апостелированным документом Ну это примерно Грубо говоря Мне говорили Через час приходи И все Вот через час приходишь Забираешь И все Документ ты получил Следующее действие Которое нужно сделать Это его отсканировать Либо отфоткать Я просто фоткал И отправить судебному переводчику Ну естественно Оплатить это все дело заранее И через Правила сутки Бывает день Бывает неделя В зависимости от загрузки переводчика Вам скинут Переведенный документ Уже Подтвержденный Электронной цифровой подпись Еще один момент Про который я забыл Наверное сказать Это Он относится к справкам Об отсутствии судимости И всего такого Вы должны Предоставить декларацию Об отсутствии судимости За последние 5 лет Скачать декларацию Можно с официального сайта Ну испанцев там Также ссылка будет В моем чек-листе Это очень важный документ И вспомнил я про него Только почему Потому что Когда я подавал документы Ни я Ни моя жена Не подписали его И По необъяснимым для меня причинам Для меня этот документ приняли Для нее не приняли И ей прислали до запроса Что вам нужно Прийти и расписаться Либо в старой копии Которую вы подали Либо принести подписанную Ну новую подписанную бумажку Поэтому тоже очень важный момент Что Поставьте на ней подпись Ссылка на эту декларацию Также есть У меня в чек-листе Я уже сказал Поэтому все Там вы без проблем найдете Ну и на этом все Закончилось мое приключение С получением Справок об отсутствии судимости Понятное дело Что я делал справки Ну комплект документов Для себя И комплект документов Для моей жены Он был абсолютно одинаковый Ну и давайте поговорим Про следующий документ Следующим документом У нас является Подтверждение резидентства То бишь в данном случае Если мы живем в Сербии То это баровак Тут все тоже не так Однозначно оказалось Потому что на момент Подачи документов Это было 3 июля А баровак у меня жил Ну был валиден До 7 июля То бишь Грубо говоря Через несколько дней У меня уже Срок баровка истекал И тут До нас на самом деле Докопались Потому что говорят Типа Слушай А у вас Баровак заканчивается Как вы подаете У нас спасло то Что у нас уже была Подана заявка Пару месяцев Подана Потому что сейчас На самом деле Довольно долго делают Сербское ВНЖ Вот мы уже Сказали что мы Оплатили уже Госпошлину На новый баровак Мы подали все документы И сейчас на данный момент Они рассматриваются И самый забавный момент Как только я вышел Из испанского посольства Мне прилетело Одобрение от сербского МУПа Или как Да Из МУПа Сообщение пришло о том Что Мол Вот вам дата Записи на биометрию На сдачу биометрии Для получения сербской карточки Это такое лирическое отступление В общем будьте Готовы К тому что Вас попросят Баровак Валидный баровак Ну как минимум Чтобы он был валиден Еще на протяжении Например Я думаю Месяцев Полутора Как минимум Хотя я честно говоря Не знаю Насколько он должен быть валиден Но как минимум На пару месяцев Так точно И либо Если он у вас уже истекает Но вы уже подали заявку То в принципе Можно показать сайт Где написано Что документы отправлены И сейчас статус У вас нет прогресс Ваши документы рассматриваются Сразу предвкушаю вопрос По поводу того Можно ли податься без баровка Нет Нельзя податься Если у вас нет резидентства Следующим пунктом документов Являются документы Подтверждающие ваш трудовой стаж И тут на самом деле Я думал Вообще проблем никаких не будет Но Как оказалось Именно вот здесь У меня было самое такое Очковое место Скажем так Потому что Ну потому что я сейчас расскажу Первым и естественно Главным документом Подтверждения вашего стажа Является то Что у вас есть трудовой контракт Либо контракт Либо договор Должен быть Минимум на год Если в общем У вас эти документы Будут меньше чем на год То визу скорее всего Вам либо не дадут Либо дадут на Срок действия Вашего контракта У меня контракт Бессрочный Поэтому я использовал его Его нужно в обязательном порядке Перевести на испанский И перевести его нужно Курадо-переводчиком Курадо Ну судебным переводчиком Переводом И тут есть нюанс Судебные переводчики Берут довольно много денег За перевод И следовательно С учетом того Что контракты обычно Не маленькие Переводить там нужно Довольно много И в среднем выходит Если вы хотите перевести Такой довольно средний контракт Это выходит где-то От 400 до 700 евро Что является охренеть Как дофига И мало кто хочет Тратить такие деньги Мы искали лайфхаки Как можно Подешевле это сделать И естественно нашли Можно сделать экстракт Из вашего контракта То бишь Выписку определенных пунктов Это должен делать Ваш работодатель Естественно Выписка Это из определенных Важных пунктов Где прописана Ваша должность Ваша зарплата С какого срока вы работаете Ну понятное дело Даты работы На какой должности вы работаете Ваши обязанности Ну и далее 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 Это значительно Упрощает Точнее удешевляет Стоимость перевода Потому что у меня Например все вышло На 1 листа 4 Естественно я заплатил Только за перевод Именно этого листа И вместо того Что перевести там Страницы Наверное 40 В моего контракта Что было бы Грубо говоря В прямом смысле В 40 раз дороже Также с учетом того Что я работал В разных странах В одной и той же компании Понятное дело Что мне нужно было Предоставить другие Какие-то пруфы И мне компания Предоставляла Специальные письма О том Что я работал В такой-то ООО С такого-то По такой-то срок Потом меня перевели В следующее юрлицо Одной и той же компании Там было тоже Написано Что с такого-то По такое-то число Я работал в этой компании И естественно Эти документы Были все написаны На английском языке Так как Компания британская И эти документы Нужно было перевести Но к счастью Тут не нужно было Пользоваться услугами Судебных переводчиков А я просто Закинул Если не ошибаюсь В Google Translate Эти две PDF И распечатал оригинал Ну то бишь Оригинал у меня был С подписью С печатью совсем И распечатал перевод Который получил Вот так Максимально быстро Самостоятельно Плюс Еще мне Нужно было сделать Обязательно В обязательном порядке Справку И то даже не справку Это наверное более Такое письмо От работодателя О том что Мой работодатель Разрешает мне работать Удаленно Это очень важный пункт Без которого Вы точно не получите Визу цифрового кочевника В Испании В этом же документе Должно быть прописано То что Я имею право Работать Из территории Испании Это тоже очень важный момент Ну и то что Я работаю в компании Естественно больше трех месяцев Это тоже очень важный пункт И там многое Многое другое Ну вот Самый главный пункт Это то что Вы можете работать удаленно Работаете больше трех месяцев В компании Там прописана Ваша заработная плата Да Испанцам нужно Очень много раз Дублировать одно и то же Поэтому и тут тоже Должно быть прописано Сколько вы зарабатываете Официальная заработная плата У меня в динарах В сербских динарах Но рядышком мы прописывали Что Точнее мы хотели прописать Что рядом Рядом еще Что на текущий курс По текущему курсу Это столько-то евро Но потом решили От этого отказаться И просто сделали Еще одно дополнительное письмо В котором говорилось То что На текущий момент У меня такая-то зарплата Что по текущему курсу На текущую дату Является столько-то Столько-то евро Очень важный момент То что У вас должна быть Ваша заработная плата Выше определенного порога Если она у вас ниже его То вам не дадут Визу цифрового кочевника Потому что Основной смысл заключается В том Чтобы перевести людей Которые зарабатывают Выше среднего Скажем так И чтобы они Получали деньги извне И приносили деньги В эту страну Если я не ошибаюсь Поправьте меня в комментариях Если я скажу Неправильная сумма Но на двоих человек Нужно было Чтобы заработная плата Была больше 3600 евро Это до вычета налога Изначально я думал Что это сумма После вычета налогов Но как в итоге оказалось Что все суммы Которые там указаны Это до вычета налога Поэтому Как бы Ну не такая уж Неподъемная сумма Скажем так Зарплата должна быть У вас Чтобы получить эту визу Вот в общем Отталкиваемся от того Что грубо говоря 3600 евро Это на двух человек А на одного человека Там вроде как Вообще Что-то в районе 2500 евро До вычета налога Следующим Очень важным документом Без которого Вы 100% не получите Визу цифрового кочевника Является выписка О том Что ваша компания Была зарегистрирована Ну компания Ваш работодатель Зарегистрировал компанию Юрлицо Не меньше Чем 3 месяца назад Это на самом деле Очень важный документ Получается он Кстати довольно просто К слову скажу Что нужно просто записаться На получение Этого документа Поехать В местное отделение АПР Если не ошибаюсь Это выписка из АПР Вот туда приходится Там группа Говоря оля Такой МФЦ Которым вы просто приходите И даете заявление На то Что вам Дали выписку Из этого реестра Зарегистрированных компаний Делается документ Довольно быстро Но тут есть Опять же Тоже очень важный нюанс Получить этот документ Легко Но Так же его нужно Пропостелировать И так же его нужно Перевести Судебным переводчиком Поэтому Учтите Что это документ Очень важный Если вы работаете По ИП То вам нужно Опять же так Вот же самый документ Получать Так же Это так же Называется Если не ошибаюсь Выписка из АПР Выглядит он Примерно так же Там Смысл заключается в том Что должно быть написано То что ваши ИПшки Больше трех месяцев Ну и дальше Давайте перейдем К документам Которые относятся К группе Скажем так Ваших финансов Подтверждение Ваших финансов Вам нужно предоставить Три инвойса Последних Это выписки Которые приходят вам Каждый раз После получения зарплаты То бишь Скорее всего В 99% случаев Вы видели эти документы Где написано Сколько вы получили До вычета налога Какой налог На что ушло И что в итоге Вы получили после вычета налога Обычно это приходит На рабочую почту Либо там На почту Которую вы указывали И там написано Ваша должность Вот эти все суммы И все такое И естественно дата Таких три инвойса Нужно предоставить За последние три месяца Я их не переводил Я просто Ну блин Я считаю Что довольно глупо Просто переводить Такой документ Но на самом деле Возможно мне повезло Потому что скорее всего Его даже нужно было переводить Ну я так на шару Просто кинул их Все Также на сербском Ну блин У меня в голове Это складывалось таким образом Что тут все понятно Тут написано имя, фамилия Тут написано компания Тут написано Сколько денег ушло Как бы ну Не знаю Возможно этот документ Нужно было переводить Но в общем Я его не переводил никак И следующий документ Который я получал Это выписка из банка За последние три месяца Обо всех Абсолютно Обо всех поступлениях И всех списания Денег И естественно Я эту справку попросил На английском языке И для двух счетов Это сербские динары И евро счет Стопка получилась Довольно большая Потому что Ну там Прописано вплоть до того Что ты пошел Купил кока-колу Где-нибудь в магазине Ну выписка абсолютно Всех транзакций Ее я так же не переводил Потому что ну Опять же это ну Довольно Большой комплект документов Которые нужно было перевести Но я что сделал Я взял Эйлайтер Как он там Ну маркер Которым выделяется Ну выделитель текста Вот я взял его И там же В этих Во всех документах Выделил Все мои поступления Зарплаты Которые были За последние Эти три месяца Три пункта Выделил Где было показано Что мне деньги пришли От компании В которой я работаю Про документы Касательно денег Мы поговорили Про документы От работодателя Мы поговорили Точнее Подтверждающие то Что вы работаете У работодателя И давайте наверное Поговорим теперь Про документы Которые подтверждают Ваш опыт работы Потому что Это все-таки Немного другая группа И первым документом Который нужно В обязательном порядке Предоставить от работодателя Это справка о том Что вы работаете У конкретного работодателя На определенной должности И тут есть очень важный момент, который я хочу отметить То, что вот эти все справки, про которые я говорю У них плюс-минус написано одно и то же Я думаю, вы это сами прекрасно понимаете Но дело в том, что одна справка говорит о том, что вы работаете у работодателя Другая справка говорит то, что вы имеете право работать удаленно То бишь, что вам работодатель разрешает Но в каждой из этих справок должно быть написано то, что вы работаете, например, на должности Как я там, Android Software Engineer L2 В этих справках данные будут во многих случаях дублироваться Но эти справки, они разные, их нужно обязательно делать отдельно, скажем так Вот, эта справка говорит о том, что вы работаете у конкретного работодателя на определенной должности Там, опять же, нужно прописать вашу заработную плату Кстати, примеры этих справок также есть в этом чате Поэтому они все плюс-минус одинаковые Все друг у друга их брали, копировали, переделывали под себя Поэтому ничего в этом страшного нет И эту справку нужно обязательно перевести в судебный переводчик Поэтому это такой еще один из пунктов, которые нужно обязательно подметить Если судебного перевода не будет, то, скорее всего, вы получите либо дозапрос Либо отказ в получении визы цифрового кочевника Следующим очень важным документом, на самом деле, является то, что вы являетесь тем человеком На должности которого вы работаете И, на самом деле, подтверждений этому всего два Диплом ваш, либо выписка из трудовой книжки Так как по профессии я госмуниципальный служащий, именно по диплому Следовательно, мне не прокатило бы, если бы я предоставил бы диплом Но знайте, что вы можете предоставить, например, если вы разработчик То вы можете предоставить диплом разработчика Единственное, что он должен быть в обязательном порядке апостелированный Как всегда И переведен судебными переводчиками И второй документ Это можно предоставить выписку из трудовой книжки Это самый был геморройный документ для меня, как оказалось в итоге Потому что почему? Объясняю Когда я подавался, во-первых, этот документ был бы на тот момент как бы необязательным, скажем так Но в процессе чтения этого чата я выяснил, что людям начали приходить до запроса Либо отказы, связанные с тем, что они не предоставили выписку из трудовой книжки Ну, понятное дело, что не предоставляли диплом А просто предоставляли письма от вашего работодателя В котором работодатель говорит то, что вы работаете у него более трех лет, например Фишка в том, что нужно подтвердить опыт работы более трех лет Либо диплом, либо опыт работы более трех лет Проблема заключается в том, что сейчас перестали принимать Ну, они перестали принимать как доказательство того, что в больше трех лет работаете письма от работодателя И, следовательно, логично было бы предоставить выписку из трудовой книжки Но испанцы были бы не испанцами, если бы не придумали какие-то очень сложные всякие вещи И они сказали, что эта выписка должна быть пропостелирована и переведена судебным переводчиком В правилах на официальном сайте на получение Digital Nomad нет Но, как практика показывает, что если вы это не сделаете, то ваши документы, скорее всего, вам пришлют до запроса И, как бы, все бы ничего, но проблема заключается в том, что апостелировать трудовую книжку невозможно Ее просто это документ, который не подлежит апостеляции И я вам больше скажу, что вывоз ее с территории Российской Федерации, если я не ошибаюсь, вообще является незаконным Следовательно, что делать? Я сделал как? Я сделал выписку из трудовой книжки и просто, ну, так, на шару перевел ее через Google-переводчик Так делать нежелательно У меня прокатило, но, скорее всего, у вас, ну, у кого-то прокатит, у кого-то не прокатит Поэтому с этим лучше не играть И ребята нашли вариант, как можно сделать то, что они хотят, но, как бы, сделать не то, что они хотят Потому что, как я уже сказал, что, типа, ну, этот документ не подлежит апостеляции Ребята нашли такой лайфхак, что можно сделать выписку из трудовой книжки Пойти заверить ее у нотариуса И вот эту нотариально заверенную бумажку, там, выписки из трудовой книжки Вы уже можете пропастелировать Потом этот документ нужно отправить судебным переводчикам и перевести Понятное дело, что при подаче документов нужно предоставлять и как переведенные документы Так и судебным переводчикам, так и оригиналы И эти все документы у вас заберут Еще одним документом, с получением которого у вас, скорее всего, не будет вообще никаких проблем И даже не сказал бы, что это является документом Это ваш CV, то бишь резюмешка Она должна быть на английском и на испанском языке Тут я не знаю, что рассказывать Просто берете, скачиваете свое и переводите на испанский Тут как бы все просто Я через Google Translate перекинул Там перевелось максимально ужасно Я вот с моим очень плохим испанским Я понял, что там очень много неправильно написано Но, тем не менее, этот документ такой Это документ формальности, который просто должен быть И все Следующий документ, который нужен в обязательном порядке Если вы едете с фамильяром, то бишь с вашей второй половинкой Это документ о регистрации брака Там же есть кейсы, что можно податься вдвоем Если вы не состоите в брачных отношениях То бишь, если брак не зарегистрирован Но это очень сложно Поэтому мы решили так не делать И, естественно, мы расписались Документ должен быть также проапостелирован В обязательном порядке По-другому никак И также переведен судебным переводчиком Это тоже очень важно Все это, опять же, прописано в моем чек-листе Прям выделено, какой документ должен обязательно быть апостелирован И какой документ обязательно должен быть переведен судебным переводчиком Поэтому обязательно переходите в мой телеграм-канал И скачивайте этот документ Если вы хотите податься на визу цифрового кочевника Ну и еще одним очень важным документом Без которого, кстати, не факт, что получится получить визу цифрового кочевника Является письмо, в котором вы обязуетесь соблюдать обязательства По социальному обеспечению до начала работы в Испании Звучит оно примерно так Примеры вот Также есть в этом чате, про который я постоянно говорю Вы там без проблем его найдете И это тоже является очень важным документом Также я не знаю, обязательным этот документом является или нет Но сейчас я в одном из гайдов нашел то, что нужно подать обязательно заявку На регистрацию в соцстрахе испанском Скорее всего, там придет отбивка, конечно, то, что, типа, чувак, слушай Ты даже не находишься на территории Испании, но пытаешься зарегистрироваться Но я на всякий случай это сделал и распечатал этот документ И, опять же, делается это все довольно просто Делается это все онлайн, поэтому без проблем найдете в гайдах в Telegram-чате Ну и на этом, собственно говоря, все Вот эти документы я собрал Также у меня есть еще один дополнительный Telegram-канал Подписка на который платная И туда я прикреплю все документы, которые я подавал за себя и за мою жену Естественно, там замажу всякие данные, типа, аля паспортные данные Адреса и все такое Но там будет абсолютно полный комплект документов, которые я подал, чтобы получить визу цифрового кочевника Подписка стоит копейки, поэтому, если вы захотите посмотреть эти документы, то без проблем Ссылка будет, естественно, в описании к ролику Ну и, наверное, по документам все И давайте переходить к следующему пункту Это подача документов То есть настал день X Я иду подавать документы с моей женой, естественно, дело Вот я иду-иду, шел я примерно как-то так Ну что, всем привет Вот он и стал этот день, которого я ждал так долго На самом деле больше трех месяцев Потому что сейчас именно тот день, когда я несу документы на испанскую визу цифрового кочевника На самом деле документов просто тьма Тут, смотрите, прям реально дофига Вот такая стопка документов И, естественно, про каждый документ я расскажу чуть-чуть попозже Отдельно, в отдельном ролике Потому что, скорее всего, я планирую выпустить гайд Как собрать все документы самому Без мам-папы кредитов, вот этих помогаторов, всего такого Спойлер, документы собираются довольно просто Но просто их дофига Поэтому, поэтому ждите То бишь мы пришли в испанское посольство Сели в очередь, у нас уже был назначен аппойнмент И давайте расскажу, как примерно это все проходило То бишь сначала вы приходите, как всегда, ко входу Там боковой вход, где сидит охранник И говорите то, что у вас есть запись на подачу документов на визу Подаете документы вы эти не там, где подавали документы на НИЕ А слева, как заходите То бишь, когда вы на НИЕ подаетесь Вы проходите через пропуск Проходите прямо и поднимаетесь чуть выше и направо Там подаете документы на НИЕ На визу же подаваться, как вы зашли в посольство В консульство, точнее Прямо проходите и налево поворачиваете Там будет отдельная дверь специальная Куда выпускают только это По специальному звуковому сигналу Вот Вы дождаетесь своей очереди И заходите подавать документы У вас люди проверяют эти документы Где-то в районе обычной минут 15-20 Если я не ошибаюсь То бишь, вы пришли туда, подождали минут 10, наверное, 15 В своей очереди И потом зашли уже туда И там, ну, край минут 25 У нас смотрели эти документы Также там вы сразу же оплачиваете госпошлину Госпошлина, я честно говоря Не помню, сколько точно стоило Но примерно, грубо говоря, стоит ориентироваться на 10 тысяч динар Карты оплатить нельзя Принимают они только кэш И поэтому будьте готовы, что вам нужно будет Именно при себе иметь наличку Я, насколько помню, что у меня как раз Я там снимал что-то в районе 20 тысяч Ну, двадцатки в общем хватит И, собственно говоря, все Вы подаете документы и вам дают Ну, если, опять же, у вас все с документами хорошо Вам дают специальный документ О том, что ваши документы приняты Там будет специальный номер для отслеживания вашей заявки На сайте Ставят печатку Забирают паспорта Вообще без вариантов То бишь, даже если вы где-то в гаидах вычитаете Что, скорее всего, вы можете оставить копию всего паспорта Ну, копию всех страниц паспорта Зато все равно, если вы живете в Белграде У вас забирают паспорт Если вы прилетели подаваться, например, в Черногории То паспорт у вас, естественно, не забирают Потому что вы обратно не можете вернуться 3 июля я подал документы И потом началось самое интересное Нужно было ждать, пока документы рассмотрят И получить либо дозапрос, либо одобрение Ну, либо отказ в самом худшем случае Где-то 10 числа, если я не ошибаюсь Мне пришло сообщение о том, что мои документы Были приняты в работу И начал консул их рассматривать Если я не ошибаюсь 28 числа Ну, в общем, здесь где-то скриншот появится Мне пришло одобрение Самое забавное, что, конечно, первоначально пришло Дозапрос для моей жены О том, что она не подписала один документ А потом мне пришло одобрение Сразу же в этот день Буквально через пару часов И, кстати, моему коллеге также одобрили тоже в этот день Хотя подавался он, например, 3 июля Ой, я 3 июля подавался, он 1 июля После того, как вам приходят одобрения Вы смело идете с часа до часа 30 в испанское консульство Садитесь в огромную очередь И когда подходит ваша очередь Вы забираете свой паспорт С заветной визой Д, на год, мультик И дата первого въезда, которую вы указывали в анкете Будут даты и открытия вашей визы Я указал дату первого въезда 25 сентября Поэтому у меня сейчас есть в паспорте шенгенская виза на год Которой я не могу пользоваться до 25 сентября На самом деле, очень многие спрашивают по поводу того А можете ли вы кататься по этой визе по Европе Да, конечно, можете Потому что это шенгенская виза И вы имеете такие же права, как и с туристической визой То бишь, вы можете въехать, например, через ту же самую Венгрию На территорию Евросоюза и оттуда поехать, например, в Испанию Ну, потому что вообще по-хорошему вам нужно ехать в Испанию Потому что если вы не будете соблюдать те условия На которых выдана вам эта шенгенская виза Ее могут просто тупо аннулировать И я не знаю, правда это или нет Но я слышал, что есть люди, которые просто подали эти документы И получили эту визу на год, но не выполняли обязательства То бишь, не стали на учет соцстрахи И не открыли ИП-шку, и не начали работать по этой ИП-шке То бишь, что не приходили деньги Эти визы были аннулированы И если не ошибаюсь, там что-то писали, что через 3 месяца Или через полгода испанцы перепроверяют И если ты не выполнил условия, то они ее просто тупо аннулируют Но опять же, если не ошибаюсь, это было конкретно связано с этими С карточками ВНЖ, а не в клейкой в паспорт Поэтому, ну, лучше, конечно, не рисковать и не делать Так, как я только что описал В среднем срок ожидания одобрения где-то, наверное, ну, в районе месяца Я слышал, что, конечно, бывают кейсы и подольше Но в среднем, опять же, судя по чату, по статистике Это где-то в районе месяца Поэтому как-то так И вот я рассказал про весь путь подачи документов На визу цифрового кочевника в Испанию Возможно, я что-то упустил Если что-то сказал неправильно, обязательно поправьте меня в комментариях Ну, вроде бы, как рассказал все более-менее подробно Вроде как все должно быть понятно Так, ну и забыл сказать самое-самое интересное О чем обещал рассказать в конце видео На самом деле, на все документы, которые у нас На которые нам пригодились для того, чтобы мы подались на визу цифрового кочевника У меня ушло 108 тысяч динар Это включая не по 1200 за штуку То бишь на 2, это 2, это 2, 400 Это включая все справки об отсутствии судимости в России Это справки об отсутствии судимости в Сербии Переводы, судебные переводы Апостиляции И все-все-все-все-все вместе взятое Скриншоты появятся где-то вот тут И также я прикреплю их, скорее всего, у себя в телеграм-канале Поэтому вот как-то так 108 тысяч, ну, грубо говоря, 108 тысяч динар Там уже дальше переводите на любую валюту, как вам удобно Да, конечно, из этих 108 тысяч динар можно вычесть, ну, где-то, грубо говоря, 300 евро Ну, да, примерно 300 евро 300-350 евро Это деньги, которые пришлось потратить на роспись И, возможно, вам это не нужно будет делать И плюс мы платили за срочность и все такое Поэтому вот как-то так Если ролик показался вам полезным То лучшей благодарностью и мотивацией для меня делать новые ролики Будет ваш лайк и подписка на канал Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети Все ссылки есть в описании к ролику Ну, а на сегодня все До скорых встреч Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok